Здравствуйте дорогие друзья! Я вообще не очень положительно отношусь к различного рода чистильщикам для Mac, но все таки есть ряд ситуаций когда без них пребывание в среде macOS становится некомфортным. В этом видеоролике я расскажу вам про продукт MacCleaner от компании Movavi, о том чем понравилась эта утилита для macOS, чем она может вам пригодиться и как это все дело работает. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. В каких же ситуациях стоит ставить чистильщик на Mac? Первое это конечно же отсутствие места на диске, связанное либо с большим объемом хранимых данных, либо с недостаточной емкостью встроенного накопителя. Особенно это ощущается на MacBook с SSD, удовольствие конечно не из дешевых. macOS по мере нагрузки системы данными не сказал бы что начинает медленнее работать, но вот объем занимал место операционкой, определенно растет. Вместо того чтобы удалять любимый медиа контент или ПО лучше начать с системных закололков. Продукт Movavi найдет мусор в кэше и журналах пользователей и системы, почистит корзину macOS и Bootcamp, удалит кучу неиспользуемых, но загруженных языков. Когда все системные невидимые файлы будут почищены переходим к инструментам. В MacCleaner есть утилита по поиску больших пользовательских файлов. Знаете как бывает, затеряется Blu-ray фильм на 30 гигов, который ты уже давным-давно посмотрел, а программа его найдет и вопрос с дисковым пространством временно нарешится. Приятно. Есть утилита по отполу копий с фильтрами и ручным выбором папок. Не забыли прикрутить поисковик больших и старых файлов. А вот функцию очистки оперативной памяти считаю абсолютно ненужной. macOS самостоятельно все чистит и делать это вручную не требуется. Но только исключительно в редких случаях. Утилита оптимизации запуска позволит лишний раз не лезть в дебри системных настроек, чтобы отловить софт прописавшийся в автозагрузке. Эти программы вы отыщите и отключите в MacCleaner в пару кликов. Вторая ситуация удаление приложений. Не все специализированные утилиты, я бы даже сказал многие специализированные утилиты, хотят удаляться через Launchpad. Дабы не скади инсталлятор, да здравствует Windows, можно также воспользоваться нашим обозреваемым. В довесок удаленному софту можно подчистить сопряженные файлы и хвосты. А Shredder осуществит удаление всех перетаскиваемых файлов мимо корзины. Встроенный сетевой экран частично заменит Little Snitch. Правда возможности утилиты откровенно базовые. Мануальная блокировка, режим скрытности и полная блокировка сетевых соединений софта. Хотя для рядового юзера более чем достаточно. Есть и антивирус. Я к этому элементу на macOS отношусь скептически. MacOS пока не настолько популярная платформа, что в совокупности с закрытостью системы и прямыми руками пользователя позволяют минимализировать риск заражения. Так что если вы руководствуетесь по жизни фразой береженого бог бережет, то welcome. Mauvi MacCleaner 2 утилита платная. Для бесплатного ознакомления предоставляется демо-версия. Она позволяет удалять не более полу гигабайта данных и не дает доступ к свежим антивирусным базам. Максимальная стоимость утилиты чуть больше 30 долларов, но частенько софт выставляется со скидкой до 50%. В общем актуальный ценник лучше узнавать на сайте. Всем подписчикам канала ProTech прошедшим по специальной ссылке в описании гарантирована скидка в 30%. Приятно. Mauvi MacCleaner 2 однозначно пригодится в хозяйстве, так что качайте и наслаждайтесь. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, не забывайте ставить лайки и подписываться. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока.